Всем привет! В этом видео вы узнаете, как правильно переспрашивать, уточнять информацию. Потому что неудивительно, если вы общаетесь на разных языках, какая-то информация неправильно истолковывается, или вы что-то упустили, недослышали, не поняли, и это вполне нормально, это приветствуется лишний раз, написать и уточнить. И в этом видео я покажу вам фразы, которые надо использовать с этой целью. Итак, главное быть вежливыми и не стесняться переспрашивать. Это вполне приемливо переспросить один, даже второй раз, потому что таким образом вы показываете, что вам важно, чтобы ваш заказчик, к примеру, если вы фрилансер, да, что ваш заказчик доволен проектом, который вы ему предоставите, выполненным результатом. Для этого переспрашиваем, уточняем, какие же фразы мы используем. К примеру, could you please clarify what you would like me to do about... И там, допустим, какая-то проблема, да, this problem. Не могли бы вы уточнить, что вы хотите, чтобы я предпринял, чтобы я сделал, касательно такой-то проблемы? Это очень вежливая, универсальная форма. Или же вы можете уточнить, когда от вас ожидают, что вы доставите какой-то проект, выполните его. Вы можете сказать... Could you please clarify... Снова-таки, да, могли бы вы уточнить... Не могли бы вы уточнить, когда вы ожидаете, что я подготовлю этот проект, да, что я его завершу? Если же вы хотите уточнить, правильно ли вы поняли вашего собеседника, используйте вот такую формулировочку. If I understood you correctly... Если я вас правильно понял... You would like me to... Вы хотите, чтобы я сделал то-то, да. Если я вас правильно понял, вы хотите, чтобы... You would like me to finish this project next Friday. Вы хотите, чтобы я выполнил этот проект до следующей пятницы. Вы везде вот в этих формулировочках можете заменить me, меня, я, на us. Если вы часть команды. You would like us to... Да, вы хотите, чтобы мы, наше агентство, наша компания, наша организация. Дальше. Если вы хотите уточнить какое-то слово, вы не до конца поняли, что имеется в виду, используйте вот такие фразы. What exactly? Что именно do you mean? Что именно вы имеете в виду под... И пишите, какое слово, да. What exactly do you mean by saying that you don't like this? Что именно вы имеете в виду, когда говорите, вам это не нравится? Уточните, потому что абстрактные какие-то заявления усложняют вашу работу, правильно? Если же вы хотите какие-то альтернативы этой фразе, можно использовать... Could you explain what you mean by... И снова-таки пишем слово. Не могли бы вы объяснить, что вы имеете в виду? Это более такая вежливая фраза, потому что используется could. Также вы можете запросить больше деталей, больше информации. К примеру, could you give me или us more details? Не могли бы вы предоставить мне больше информации? More details или more information. On the... И пишите, на какую тему, да. Или же хорошо порой добавить предложение вначале, объяснить, что... I didn't quite catch your point. Catch или get. I didn't quite get your point. Это синонимы в данном случае. Говорю point и пишу point. I didn't quite get your point about... И на какую тему, да, что вы не до конца поняли. И тогда уже could you be more specific? Могли бы вы быть более точны? Если и здесь что-то непонятно, можно сказать... In other words, иными словами... You would like me to. Иными словами вы хотите, чтобы я. Уточните еще раз, если у вас есть какие-то подозрения, что вы не до конца понимаете своего собеседника. В этом нет ничего агрессивного, в этом нет ничего криминального. Это нормально. И если вы хотите вашего собеседника повторить что-то, вы что-то вот во время разговора не поняли, или даже в сообщениях, вы можете сказать... Could you repeat what you said about... И опять, на какую тему? Could you repeat what you said about... И во всех вот этих фразах, где нет слова please, в конце желательно добавить это пресловутое, пожалуйста, да, будь вежливыми. Could you repeat, please? И этих фраз достаточно для любой ситуации. Поэтому переспрашиваем. И самый универсальный вариант... Could you please clarify? Could you clarify? What would you like us to do? Can you clarify? Кстати, если я говорю can you, это вы уже с тем человеком говорили, тоже можно использовать... Can you clarify? Это чуть менее вежливая форма, но подходит для ежедневного общения с людьми, с которыми вы вот общаетесь регулярно, да? Can you clarify what you like me to do about this? Can you clarify what you mean by... Не могли бы вы уточнить, не мог бы ты уточнить, что ты имеешь в виду, когда говоришь? What exactly do you mean by... Что именно ты имеешь в виду, когда делаешь, говоришь, пишешь? Эти фразы вам будут очень полезны, и я призываю вас всегда уточнять. Спасибо за просмотр, и до новых видео!